Друзья, добрый день, мы находимся в Индии, это Володя. Мы сейчас находимся на Чандрашили, это гора 4080 метров, лунный камень в переводе, здесь медитировал Шива на этой горе. Мы поднялись, ощущение, конечно, незабываемое, очень тяжело, но оно того стоит. Ребята, вот он, это 4080 метров гора. Да, мы почти поднялись, последние рывки, и вот оно, все как на ладони. Это семитысячники, если не ошибаюсь, мне говорил гид, заснеженные. Как оно, Лёш? Юля, как ты? Думала, не дойдем, да? Мы дошли. Проходим последние. Гуд моринг. Крайние метры, и вот оно, солнце, тепло. Ну что, ребята, вот оно. 4080 метров, мы здесь. Вот он, панорамный вид. Мы шли сюда, два с хвостиком часа. Оно, конечно, того стоит, но это реально очень тяжело. Хочется всегда плюнуть и сказать, ну нафиг, не пойду дальше. Нет больше сил. Ну, идешь, карабкаешься. Когда видишь эти подъемы крутые, это, конечно, испытание для воли. Тело может, а вот воля, главное, чтобы ваша могла, тело ваше доведет вас до сюда. Ну что, Дим, как оно? Хорошо. 3008 раз. Нормально, не 3000, поменьше. Ну, в целом, конечно, здорово. Очень рано хорошо поднялись. На самом деле, раньше, чем все группы, по-моему, даже. Ну, не раньше индусов. Индусы ночевали. Они прямо здесь ночевали? Здесь есть вариант переночевать. Они ночуют и рано-рано идут сюда, ночам в Рашу. Вот хитрые. Извини, выражусь, хитрожопые. Хитренькие ребята. Ну, вот они смустили, слава богу, в бутылку только пустую оставили. Паразиты, засранцы. Так вот, хотелось бы сказать, что прошли мы по горам уже больше 50 километров, наверное, больше 60 даже за 3 дня. И ничего не болит. Рюкзаки были по 15 килограмм. Ни связки, ни мышцы, сердце, внутренние органы просто прекрасное самочувствие. Никаких отравлений. Спасибо за это исцеляющему импульсу, голтусу. Потому что это просто суперсистема, которая позволяет быть активным всегда, постоянно. И в этом есть счастье. С нами на гору поднялись 3 собаки. Они, мне кажется, с нами и в лагере были эти же. По крайней мере, одна черная, так точно. Или они тут одинаковые все. Шли, шли. И вот они тоже с нами на 4 тысячах. Где Шива медитировал. Они решили тоже помедитировать. Ну что, ребят, групповые фотки поделаем. Давайте я поставлю штатив. Теперь нам предстоит спуск с 4 тысяч 80 метров. Приятного мало, потому что подниматься это одно, ты видишь. А назад надо упираться. И спуск не легче, чем подъем на самом деле. Иногда даже сложнее. Тем более изморозь, снег. Здесь скользко. Поехали. Напоследок вам еще разок покажу виды, чтобы вы понимали, что здесь. Вот они наши горы. Вот. Не поленился я достать камеру, потому что там такой спуск жесткий. Вот, ребята, вот оттуда. Смотрите, вот как тут вообще жесть какая. По камням, по скользким. Короче, полный трэш. Да, вид, конечно, огонь. Ну вот, ребята, мы спускаемся с вами. Мы шли здесь ночью, когда было темно, с фонариками. Здесь справа и слева рододроны. Здесь, когда они цветут очень красиво. Все вот эти вот деревья, они в цветах. Ну, красотища здесь дикая, я бы сказал так. Спускаться, в принципе, не так тяжело, но скользко. Камни скользкие, а вот цемент, в принципе, нормальный. Обувь должна быть хорошая с сцеплением, потому что на пятую точку упасть здесь легко. Вон, даже Дима в своих соломонах чуть не покатался. На пятой точке запаска, ребята. Ну, это просто потому, что мы идем очень рано. Нам нужен был рассвет, и мы его получили. Да, молодцы. Когда солнце встанет, будет очень хорошо ходить. Вот, смотрите, какая красота, какие горы. А нам, ребята, с вами чапать вот сюда. Ребят, ну вот, смотрите, как я вам говорил. Коровки гуляют сами по себе. Можно погладить, можно подоить. Ну, если это коровки, конечно. Видите, красота. Ну что, ребят, мы спустились. Час с хвостиком мы спускались. Да, спуск коленей многие подустали, болят. Потому что такое, надо постоянно упираться. Но мы здесь на месте. Вот этот вот поселочек, где все здесь. Куча кафешек всяких, магазинчиков небольших. Можно подняться на ослах или на лошадях. Не знаю, что тут у них есть. 20-30 долларов это стоит. Довозят они до храма, приблизительно туда, в тот район. А уже, если вы хотите подняться вот на самую ту площадку, на лунный камень, в котором мы были, то туда уже пешочком. Но там вообще это нечто. Давайте, поснимаю вам, что здесь вообще есть. Обезьянки носятся по крышам. Так что будьте аккуратны, здесь они уже есть. Вот мне такой сок понравился. Hello. Big size есть? А big size? Big, big. 55 или 65, он сказал, кто его знает. Короче, как и наверху. Что сверху, что снизу. А, вот наш, наверное, автобус, кстати, стоит даже. Наш, не наш. Не, не наш. Нашего Гриши. Настроение релакса, да? Да, теперь нас ждет отдых. Отдых, тепло. Ну, вот они такие у них тут. Кафешки. Сел, покушал, попил чайку. И вот сюда нам, вам подниматься надо будет, друзья. Завидую вам. О, как завидую. Дороги в Индии, это, конечно, и беда, и не беда. Это хорошая дорога. Дора. Были лучше дороги. Сейчас просим. Ребят, Володь, как тебе индийские дороги? Прекрасно. Наслаждаемся. Больше всего времени проводим машины на длины переезда. Максимальная скорость 30 км в час и постоянные обвалы, в общем, сказали. Поэтому постоянный ремонт. Мы тут думали, что они решили отновить все дорожное полотно, но на самом деле это везде ремонт из-за обвалов. Сегодня еще быстро едем, то есть не так удобно, как в предыдущие разы. Мы выехали в 10 часов, сейчас уже в 17, ну, в 7-8 часов, и вы будете в Рижакеши. Дорога, конечно, такая раздолбанная, ее ремонтируют постоянно, все перегорожено, обвалы постоянные, это, конечно, еще будет низкие облата, и то, что постоянно идет в водопады, то, что там, где-то постоянно, что-то взаимодействует. Что тут, Владимир, когда говоришь, не надо ехать? Ехать. Июля-август. Июля-август плохое время, потому что дожди, и все смывает, оползни большие, да? Да, 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 то, что идет постоянно, оползни, всякие сели, там, отвалы, завалы. Например, вот так вот едешь, и вот эта почва, она на тебя идет очень медленно. И, допустим, 15 минут транспорт пропускает, потом, когда она совсем близко наползает, экскаваторы разгребают, потом флажками чуваки махают, люди проехали чуть-чуть, а она ползет прям, будто едешь, она на тебя ползет очень медленно. Медленно-медленно двигается от чего. Потом опять она сильно наползет, опять разгребли, короче, опять запустили транспорт. Ну, немножко неприятно, как бы, да, в таких условиях работать, ну, и отдыхать тем более. Ну, ребята, вы слышали, короче, хотите экстрима, приезжайте, вам понравится. Ребят, заселились в Моватых, снаружи потом покажу, небольшой, у нас номер 105, большая кровать, все как мы любим с Димой уже, последнее время, пизда, нам уже, по барабану. Даже и двойная кровать велика. Вентилятор есть, кондиха есть, он крутится, надо вырубать телик, даже Wi-Fi сказали, вроде есть там, ребята, что-то клянчили. Ванная комната, ну, смотрите, мы увидите, гораздо лучше, это мы в Рикшакеши опять с вами. В прошлом отеле у нас там была дырка в пол, как помните, и души не было. Давайте еще разок. Небольшой номер. Друзья, мы наконец-то в Рикшакеши, блин, это трындец, после этого холода и до баря, так хочется в тепло, и наконец-то мы здесь. Правда, Андрей, зомби, любитель телефонов, расскажи, как тебе было холодно? Это не мой телефон, я проверяю просто счета кредитных карточек, которые он нашел здесь в стране, и мы ими воспользуемся. Сейчас воспользуемся. Да. Хорошо в тепле? Да, да. Хочется обратно в Гималаев горы? Да. Да, 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 да. Нет, туда. Да, да, да. Да, очень хочется. Мы гуляем с вами по ночному Рикшакешу, вот смотрите, тут у нас. Как обычно сигналит. Пафешечки, магазины, рестораны, бары. Аккуратно, Сергей. Друзья, доброе утро. Очередное. Сейчас у нас 4 часа 30 минут. Мы отправляемся в Куднах, а потом в Чандр-Шива. Это самый высокогорный храм Шивы здесь, в Индии. И плюс это Чандр-Шива. Это самая высокая площадка, в которой все мы будем видеть все эти красоты здесь. Подниматься надо рано. На улице сейчас 6 градусов тепла. Палатки примерно столько же. Здесь, в принципе, спалось комфортно, потому что было два теплых одеяла. Единственное, что плечи подмерзают немного. Едем? Ребята, у вас не проблемы. Действительно, мы поднимаемся на 4 километра в полной темноте. Вот ребята с фонариками чапают. Такой... Ну там вот город. Вы его не видите, конечно. Он там есть. Звездочки. Все очень красиво. И ничего не видно. Зверюга, подожди. Наш гид-зверь. Вот начал только в солнце подниматься. А он нас гонит в горы дальше. Мы больше не можем. Дим, брось нас. Пристрелили нас прямо здесь. Братья вперед, не бросим вас, не бросим. Ребята, очень тяжело. В 4.30 поднялись. В 5.30 мы уже здесь в горах. Вот какая здесь красота. Вот видите, вон там оттуда снизу, вот оттуда где-то мы поднимаемся. На самом деле, можно сказать, было очень прикольно. Ночи провели с собаками вместе. Они там лаяли. Не спали абсолютно. Возле костра водили танцы с бубном. Почапали потихоньку. Вот ребята, все ближе и ближе мы. Андрей меня все подкалывает вертолетом. Но сам уже тоже издыхает подкольщик хрена. Я на самом деле на вершине блаженства. В прямом и переносном смысле. Слишком большой, не лазишь в кадр. Оттойди в глаза. Я именно поэтому блаженство хочу продемонстрировать. Блаженен тот, кто верует. Смотрите, собака с нами с самого низа поднимается. И пофиг ей. Хоть ты на 4 лапы встань. И иди, как она. Музычка играет. Но тут холодно, ребят. Фу, свежо. Изморозь на камнях. Поэтому очень аккуратно. Когда будете подниматься, можно подскользнуться. Нужно хорошую обувь. Моя нормально держит. Но тоже иногда проскальзывает. Ребята, вот он наш храм. Как вон там? Тан. Гашиш? Храм номер ту. Да, храм номер ту. Как говорят. Я пока шел, забыл название. Ребят, ну практически вот мы. Да, видите, он там сверху. Это еще не конечная точка. Нам еще километр вверх до поляны. Где будет вид на всю эту долину. Наши вон бойцы, пока мы тут с Андреем разговаривали, уже тоже подтянулись, видите. Ребята, уже фотосессию устроили. Слава, слабенько как-то. У тебя самый день такой получился. Девчатый. О, Андрея штырит. Андрюха, у него чаха раскрутилась просто. Ну что, собака тоже хочет храм. Ребята, а тут снимать можно? Я дико извиняюсь, если здесь сниматься нельзя. Но зайду с камерой. Вот он, храм Шивы. Ребята, здесь снимать можно? Храм нужно босиком заходить, Слава вообще босичком. Моржак. Холодно тебе, девица? Холодно ли тебе, девица? Давай. Главное, чтобы носком по лицу не получить, да, сейчас мне? Вот он, наш красавец, храм. Индийская музычка играет. Вот мой, селебрити, блогер инстаграма. Все добрались, благополучно. Вот они, какие виды открываются. Еще туманка, сейчас солнце встанет, все это разгонит. И здесь будет красотища. Ну, а мы будем с вами еще вон туда подниматься. Хаисином вот туда, там, где люди идут сверху. Там все в ине, камушки, тропинка такая дикая уже. Надо очень аккуратно сказали не подскальзываться и не падать. Ребята, подниматься очень тяжело. Тут такой подъем, что хрендец просто. Сейчас вам покажу снизу, что тут, не знаю, видно меня, не видно. Да, тяжковато. Это тебе не кидернат, да? Это не кидернат, да. Тут такой подъем, что просто... Ушли не очень высокие, неудобные. Рапкаешься руками, ногами. Как можешь, да? Зубы пока в ход не шли, но могут. Хотим вас пригласить в следующую поездку вместе с нами. Мы планируем собрать группу или в Индию, Шри-Ланка, или Вьетнам, или Таиланд, или Гоа. Еще не определились, анонс мы выложим. Если кто-то захочет, присоединяйтесь. Мы будем заниматься истреляющим импульсом. Это вот Володя как раз-таки является представителем кого там, Голтиса, да, если я не ошибаюсь? Да, я сертифицированный тренер Академии Голтиса по истреляющему импульсу. Это та система, которая позволит вам быть здоровыми, счастливыми. Мы вот нагуляли по горам уже больше 70 километров за 3-4 дня, поэтому ничего не болит, самочувствие прекрасное. И в нашей поездке мы будем проводить тренировки. Будет выездной такой суперсеминар, сильные места, красивые, вот, с хорошими, прекрасными людьми. Ждем вас! Приглашаем! Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Исинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.